11.25 местное время, в эфире главная весть региона, в студии Олег Тюрин. Здравствуйте, смотрите выпуски. Ульяновцы хотят жить в зеленом городе, строители хотят возводить дома там, где им хочется. Пытаемся получить разрешение на вырубку дерева. Эдуард Истомин об очередном коммунальном конфликте, на этот раз на улице Сурово. Где в Ульяновске особенно истрепалась дорожная одежда? В течение месяца они должны рассмотреться и устранить нарушения. О судебных тяжбах и опасных дорогах расскажем в выпуске. Три недели радости в Сосновом Бару. Мы хотим, чтобы это в их жизни сыграло очень важную роль. Репортаж Елены Тимониной и Дмитрия Гурина о первом оздоровительном лагере для детей с ограниченными возможностями. Итак, безопасность школьников обойдется региональной казне почти в 70 миллионов рублей. Это только те средства, которые направили на проведение антитеррористических мероприятий обеспечения пожарной безопасности. Подготовка образовательных организаций к новому учебному году стала главной темой заседания антитеррористической комиссии. Возглавил ее губернатор области. Он распорядился принять дополнительные меры безопасности в преддверии Дня Знаний. Я напомню, что в настоящее время на территории Ульяновской области осуществляют свою деятельность 776 образовательных организаций, которые отнесены к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства образования и науки Ульяновской области. И несмотря на то, что мы традиционно большое внимание уделяем безопасности образовательных организаций, сегодняшнее обсуждение, надеюсь, будет всем полезным. Как подтвердили в профильном ведомстве, все образовательные организации оснащены автоматической пожарной сигнализацией системами оповещения. Все больше учебных заведений подключается к технической охране. 75% учреждений уже оборудованы так называемой тревожной кнопкой. Школы оснащены все видеомогрудения. У нас беспокойство вызывает, к сожалению, только Павловский район. В Павловском районе 12 школ, из них только 4 оснащены системами видеомогрудения. Я говорю только по школам. За сутки до начала учебного года проверят также инженерно-техническую укрепленность всех объектов образовательной сферы. Полицейские подтвердили готовность к предвидню знаний. В Левобережье опять конфликт. Он возник по поводу застройки возле дома номер 25 по улице Сурово. Жители восполошились, когда соседний сквер начали обносить забором. Люди считают, что их уплотняют, лишая зелени. Но строители парируют тем, что город разрешил им возводить новые здания. В ситуации разбирался Эдуард Истомин. Это ель символ микрорайона. Раньше ее наряжали под Новый год, местные ребятни под деревом дарили гостинцы. А когда дети вырастали, то водили к елке уже своих детишек. Но пришла стройка и традицию вместе с елью решили зарубить. Я с дочкой сюда прихожу, здесь снегурочка, Дед Мороз, праздник, дети радуются. Но дома уже понастроили, такое место классное. Тут деревья растут. Мы все видели, как это еле росло. Кроме нее здесь очень много деревьев на самом деле. Береза, взрослые вишни, рябины, груши, плодоносящие тополя, сирень. Все, ходят под пятно застройки. Ну вообще здесь и детская площадка, в принципе. Мы-то хотели, чтобы здесь оставили все-таки подобие сквера. И, может быть, обновить детскую площадку. Но, как выяснилось, землю отдали уже очень давно. И нам здесь, в общем-то, ничего не светится. Изначально по проекту зелень хотели сохранить, доказывают люди. Но застройщик поменял позицию и на месте сквера возведут девятиэтажку и четырехэтажку. Есть также разрешение от архитекторов на строительство. Получаем сейчас на данный момент, пытаемся получить разрешение на вырубку лудеева. Люди пытаются найти другие контраргументы. Один из доводов – коммунальные. Дескать, построят новые дома и с водой будет труба. Эти дома у них подкачивающие насосы в подвале. Давление падает уже от этих домов. Еще будут тут дома два, три, там четыре. У нас воды не будет. Городские чиновники на сход не пришли, хотя их звали в первую очередь. Зато явились областные депутаты. Избранники предложили создать рабочую группу. Она проверит наличие всех разрешительных документов у застройщика. Вместе приехать в офис к господину Аганесяну, посмотреть все эти документы, все планы застройки. На данный момент работа пока приостановили. У экологов есть вопросы к застройщику по документации. Пока люди собирают подписи в защиту парка, застройщик обещает компенсировать снос деревьев. Предлагаем высадить другие крупные деревья, голубые ели. Или по их желаниям какие-то другие. То, как озеленяет застройщик, вы можете увидеть по соседству. 18-ти этажки, 16-ти этажки вплотную друг к другу. А это как раз те самые новые дома. Озеленение здесь и впрямь неударное. Всего три тополи на Плющихе, а местные жители скорее слышат рокот автодрома. Под песню со словами «Зеленая-зеленая трава». Эдуард Истомин, Алексей Прохоров, Вести Ульяновск. Прокуратура железнодорожного района предъявила требования городской администрации устранить нарушение полотна на одной из городских дорог к Императорскому мосту. Соответствующую проверку совместно с инспекторами ГИБДД сотрудники прокуратуры провели после обращения депутата городской думы. Так, на улице Кирова выявили посадку колодцев, а на Императорском мосту колейность от 4 до 8 сантиметров. Все это нарушает требования дорожного государственного стандарта. Был зафиксирован данный факт совместно с сотрудниками ГИБДД в отношении администрации. В адрес администрации было внесено представление об устранении нарушений закона. Устранение нарушений находится на контроле. В течение месяца они должны рассмотреть и устранить нарушения. Отмечу, ремонт дорожного покрытия на Императорском мосту проводился недавно, в 2016 году. В скором же времени на протяжении всей переправы образовались колеи. Через суд администрация города потребовала от подрядчика работы устранить нарушения и выиграла суд. Однако ответный иск уже был проигран самой мэрией. Сейчас на рассмотрении суда на повторное исковое заявление к подрядчику. Между тем движение на данных участках продолжает оставаться аварийно опасным. Ульяновский улучшат качество водоснабжения домов по улице Промышленной. Сейчас сотрудники предприятия Ульяновск-Водоканал капитально ремонтируют 300-метровый участок трубопровода в районе Эсклонады по улице Промышленной. Около 100 метров новые трубы уложили открытым способом. Еще чуть больше 300 метров выполнят методом горизонтально-наклонного бурения. Это делается для того, чтобы не разрушать только что уложенное асфальтовое покрытие на Эсклонаде. Кстати, отремонтировали ее в рамках проекта оформирования комфортной городской среды. Все работы планируют завершить 1 сентября. Профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на наличие автокресел провели сотрудники ГИБДД на дорогах Ленинского района. С участием членов общественного совета и родительских патрулей свою службу инспекторы несли вблизи дошкольных образовательных организаций. Поводом для проведения акции продолжает оставаться все та же печальная статистика и грядущее начало нового учебного сезона. За 7 месяцев текущего года на территории Ульяновской области зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров, в которых 31 несовершеннолетний пассажир получил травмы различной степени тяжести. Я уже не первый в протяжении 10 лет провожу такие рейды. Мне очень приятно, что вы делаете такую работу в профилактике перед началом учебного года. Я призываю всех водителей, всех родителей, чтобы они беспокоились о своих делах, соблюдали правила дорожного движения и у всех, чтобы было в машине кресло для своих ребятишек. Сотрудники автоинспекции напоминают, за невыполнение соответствующего требования водитель может быть привлечен к административной ответственности. Пренебрежение правилами обернется штрафом в размере 3000 рублей. В Межкаминском районе Ульяновской области на базе реабилитационного центра для молодых инвалидов «Сосновый бор» завершил свою работу первый оздоровительный лагерь для детей с ограниченными возможностями. Три недели ребята не только лечились и отдыхали, но и встречались с интересными людьми. Под конец смены в лагерь с мастер-классом приехали спортсмены из клуба «Пересвет» при Жадовском монастыре. Не минуты покоя, гости, игры, мастер-классы. Здесь утомительные лечебные процедуры воспринимаются как отдых. Три недели 56 ребят с ограниченными возможностями здоровья отдыхали в реабилитационном центре «Сосновый бор» в Межкамине. Это первый экспериментальный лагерь подобного типа на территории региона. Наша программа разработана на основе книги Антуана Экзюпери «Маленький принц». И разработана программа на каждый день. Плюсом является, что в нашем учреждении детям не только проходят оздоровление, но кроме этого проходят еще и реабилитационные услуги. Под конец смены руководители лагеря решили пригласить в гости спортсменов из клуба «Пересвет» при Жадовском монастыре. Клуб приглашение принял и делегировал в Межкаме пятерых лучших своих воспитанников. Буквально через пару минут после начала мастер-класса публика оживилась. Горящие глаза и аплодисменты. Именно этого и добивались создатели экспериментального лагеря. Приезд вашего клуба тоже действительно очень важное событие. Потому что очень много мальчишек. А для мальчишек именно воспитание, в том числе и физическое воспитание, я думаю, что очень пригодится в будущем для развития личности. И вот этот пример, пример сильного человека, мы хотим, чтобы это в их жизни сыграло очень важную роль. Удары в стойке и приемы в портере. Все это сопровождалось комментариями тренера и спортсменов. А еще беседой со зрителями, которым не терпелось задать свои вопросы. Например, зачем в смешанных единоборствах нужны удары в портере, даже если они не оцениваются судьями. Бьют чаще всего для чего? Чтобы он отдал руки. То есть вот если он будет сопротивляться, он руки мне не даст сопротивляться. А когда бьют, уже не думаешь о том, руки, не руки. Сбирают руку, садятся на грудь, перекидывают ногу. Здесь производится залом. Спустя полчаса после начала зрители не выдержали и один за другим начали выходить на сцену. Скамейки опустили, а к пересветовцам было уже не протолкнуться. Каждый хотел не только поближе рассмотреть происходящее, но и стать непосредственным участником события. Мы всегда рады отозваться на такие приглашения, чтобы довести детей, что есть такой клуб «Спортивный пересвет». Просто показать им приемы обороны. Ну и вместе, как говорится, сообща провести чудесное время. В воскресенье ребята разъехались по домам. По всему видно, что эксперимент удался. И если в этом году в лагере была только одна смена, то уже в следующем их планируют организовать как минимум две. И на каждую будут приглашать ребят из монастырского клуба. Елена Тимонина, Дмитрий Горин. Вести Ульяновск. Из Вишкаемского района. И на этом у нас все новости к этому часу. Сразу после информации о погоде смотрите авторскую программу Бориса Горчевникова «Судьба человека». Вести Ульяновск выйдут в эфир в 14.25 по местному времени. Сейчас в Ульяновске 22 градуса. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 63%. Ветер северный 4 метра в секунду. Субтитры создавал DimaTorzok